Ну что, друзья, мы с Самарой в ветклинике Сейчас врач нас будет осматривать Потом я сообщу более-менее подробно, что происходит и где И помоги нам Бог, да, солнышко? Моя девочка, красавица Все будет хорошо, да, солнышко? Все будет обязательно хорошо Мое солнышко, моя хорошая девочка Красавица Только бы был шанс, ребята Только бы, Господи, дал нам шанс Сюда иди, малыш Сюда, дедка, иди, поднись Вот сюда, зайка Вот так будет хорошо Да, Самара? Моя солнышко Ну что, друзья, мы в рентген-кабинете Сейчас девочки сделали уже первый уколчик Все, сейчас она будет засыпать И тогда мы будем делать ей, чтобы она не волновалась Будем делать ей фотографии, снимки И будем делать лапку Об лапку, вот, дамка, сильно Видите, лапка, сильно Лапку тоже необходимо будет оперировать Но сначала мы разберемся с опухолью Сейчас ребенок у нас будет засыпать И я продолжу репортажи нашей с клиники Да, солнышко мое? Оперировать нас будет доктор Волков Витклиника Такса Маленькие мои Ну что, страшно? Мне тоже страшно, дедка Мне тоже страшно Ну что, ребенок Сейчас возьмем анализы Сейчас проверим на пироплазмоз Да, моя золотая? Сейчас все-все-все сделаем Приготовили, если будет работа Ну все, ребенку сделали наркоз Ребята Сейчас будем делать снимки Взяли анализ на пироплазмоз А дальше уже будем потихонечку думать Так что, вот такие у нас дела Сейчас вначале общие сделаем Если там туда длиннее, тогда надо Потом, чтобы с этой твоей мазочек сделать Самара По рентгену признаки обширных Ожелетых затемнений в легких Что может свидетельствовать о наличии Метастаз в легких Соответственно, сейчас мы удаляем собачке Опухоль И дальше, через 14 дней После снятия шов У нас будет контрольный рентгеновский снимок На котором мы уже будем смотреть процессы Будут ли дальше метастазы идти или нет Будут ли они прогрессировать И уже от этого в дальнейшем будет зависеть Ход Течения операции по поводу грудной конечности Лапы? Да, на лапы На грудной конечности у нас Вот такой Непонятно что Какие-то дырки Стоял какой-то аппарат Может быть все-таки Опять как-то это связано с той опухолью Которая у нас есть Поэтому, конечно Пока мы будем смотреть динамики Что будет происходить с легкими Только потом будем возвращаться Уже к вопросу По поводу хирургического лечения конечностей По поводу, если это метастазы Какой срок у собаки есть жизни? По статистическим данным От 4 до 9 месяцев Опять же, все зависит от того Наличия химиотерапии Наличия химиотерапии И многих факторов Но средние статистические данные 4 до 9 месяцев Ну что ж, в таком случае Мы в любом случае Собаку оперируем В любом случае Опухоль надо убирать Правильно? Ну да Опухоль мы конечно же уберем И потом Все рекомендации дам Когда нужно будет обязательно С ней Когда через 2 недели Снимать швы Нужно будет обязательно Приехать на повторный рентген Это обязательно Потому что если В палатке У нас вот тут Какие-то дырки в кости То есть да Какой-то скорее всего Был перелом Но вот эти уже дырки Либо Ну это частично Лизис кости идет Что это сделать? Ужас какие дырки Сильно большие И что это надо будет делать? Надо думать Павел, а стиль сюда не поставишь Вот тут с легкими проблемами У нее нормальные Легкие Не функционируют То есть у нее Вот это белое Вот эти вот белые пятна Скорее всего Это макрометастазы в легких Это уже метастазы? Вероятнее всего да Ее с такими легкими Ее нельзя пережить Скорее всего Не принесет только с ума Ну что друзья Сижу на ступеньках клиники Ребенка только что Забрали на операцию А я Я просто вышла на свежий воздух Потому что нервничаю Что сказать, мои хорошие Шансы Диагноз плохой Шансы не очень хорошие Но в любом случае Мы будем делать все Что в наших силах Врач гарантирует Что ребенок проживет От 4 до года После этой операции А вот с лапой Лапу мы трогать больше не будем Пусть девочка хромает Но Просто потому что Она может не пережить наркоз И лапа ее сейчас Сильно не беспокоит То что ходить неудобно Но ребенок много не ходит Поэтому ребята Вот такие у нас дела Нервничаю Простите Сильно Устала я Наверное От боли Так жалко Когда вот Хочется сделать все А не получается Девчонка такая ласковая Хорошая Неужели тот человек У которого она сидела Неужели он не видел Что опухоль Только начала провисировать Неужели нельзя было Ребенка прооперировать Я этого не понимаю Просто не понимаю А потом взять ее и выгнать Чтобы умирала на улице До какой же степени Это бесчеловечно Правда? В общем давайте ребята Сейчас Верить в хорошее И пусть Пусть ребенок Спокойно перенесет операцию Чуть-чуть подвигаем И на носилочках Ее выносим Да? Ничего страшного Из-за гидральной анестезии Так ребят поможете? Не будете Все она ласковая Да солнышко? Ты моя красота Все идем в машину Все мой котик Моя девочка Не бойся Спасибо До свидания Он должен был вот там подъехать Да вон стоит уже открытая Все Ну все Ну все Положим Сможешь? Пойдем Иди сюда Моя красота Осторожно Дай бог здоровья Спасибо Через две недели я приеду Все закрываю Закрываю Да Ну что ребенок едем И помоги нам бог Да малышка? Едем Моя хорошая Все будет хорошо Да Самое страшное сделали Отдали на гистологию Через две недели Будет ответ Насчет лапки тоже будем решать Но после того Как девочка поправится Друзья Опасно только то Что метастазы Но врач сказал Что постараемся Сделать химию И возможно Сможем остановить И ребенок еще поживет Самара Самара Все будет хорошо Девочка Все будет хорошо Солнышко мое Ты красавица Ты моя маленькая Да детка? Все Все будет хорошо Ну все ребята Мы приехали домой Все Малышку разместили Да с бог Все будет хорошо Да солнышко? Очень надеюсь Что все будет у нас Хорошо Отдыхай солнышко Водичку поставила Ну Посмотрим Будет пить не будет Все Все у нас хорошо Девочка Все у нас хорошо Самара Самара Красавица у нас Огромное спасибо Всем друзья Кто откликнулся И переживает За девочку Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok